Дорогие друзья, новая глава Ваехи и первое число, это вообще людям, говорящим на русском языке, рассказывать первое число какие-то сложные уроки, сложно, тавтология. Все-таки мы все привычны к тому, что хоть как-то кто-то отмечает Новый год. Давайте я лучше сегодня расскажу историю про Балшемтова, она подходит всегда. Незадолго до смерти Балшемтова к нему обратился Шамес, слушка его, и говорит, «Раби, вы вознесетесь на небеса, а что станет с моим заработком? Я всю жизнь жил только возле вас, кто даст мне пропитание?» Балшемтов говорит, «Странствуя по еврейским общинам, ты начнешь рассказывать о моей жизни и обретешь хлеб насущный». И все, когда праведник покинул этот мир, Шамес последовал его совету, купил лошадь, повозку и начал переезжать из города в город, делиться со всеми историями, воспоминаниями о Балшемтове. Ну, денег больших он не собирал, ну, едва хватало на еду, на корм, но все равно как-то жил. Однажды он остановился в каком-то постоялом дворе, и говорят ему, что, ты знаешь, здесь рядом живет очень богатый человек, любитель истории о Балшемтове, и он платит хорошо, поедет к нему. И он добрался до дома богача, к пятницу успел, незадолго до шаббата. Хозяин его очень ласково встретил, говорит, вы удостоились чести служить Балшемтову, будьте моим гостем, проведите со мной эту субботу, я вам дам лучшую комнату, и так далее. Только одна просьба, прежде чем идти в Мику перед субботой, расскажите мне какую-нибудь историю о святом Балшемтове. С радостью, говорит Шамес, и внезапно чувствует, он вообще ничего не помнит, ни одной истории. Вы знаете, я немножко устал с дороги, говорил он хозяину, ничего не могу вспомнить. Тот говорил, ну да, я понимаю. Он говорит, вы знаете, я помолюсь, сейчас отдохну и расскажу вам историю, сколько пожелаете. Однако, ни после вечерней, ни после дневной трапезы, Шамесу не удалось, первый раз такое было, вспомнить ни одну историю Балшемтова. После такого позора, он только и ждал конца субботы, чтобы уже собрать пожитки и с позором сбежать из этого дома. Но сразу после Авдолы, ему вдруг вспомнилась совершенно удивительная история. Начал и рассказывать, заканчивая шаббатом, говорит, вы знаете, мы приехали в одно местечко и остановились в доме, где, судя по Мизузе, на дверном косяке жил еврей. И попросили в разрешение войти. Хозяева начали плакать, умолять, пожалуйста, уезжайте. Для нас это было так неожиданно. Мы не можем вас принять, это угроза нашей жизни. Оказалось, что один из самых известных священников, крещенный еврей в прошлом, приехал в местечко и готовится выступать перед жителями. Он все время против евреев. И евреи опасались, пошли, как было часто, после подстрекательских речей, может начаться погром и вообще. Балшемтов сказал им, что все будет хорошо. Мы зашли в дом и после короткой совместной молитвы Балшемтов встал возле окна, выходящего на главную площадь. Увидел этого, там сотни людей собираются. И все слушают священника. Он говорил с большим воодушевлением, оглядываясь на всех. И вот вдруг его глаза встретились с глазами Балшемтова. И тот жест там показывает ему, иди сюда. Но все ожидали какого-то взрыва. Священник неожиданно прервал речь, подошел к окну. И Балшемтов говорит, как ты смеешь подстрекать людей против народа. Ты ведь вышел из этого народа. Знаешь ты, сколько людей пострадало из-за тебя. И потом начал что-то ему говорить. Говорил очень долго. И вдруг священник заплакал. Заплакал, сказал ему, что обо всем сожалеет о злодеяниях. И хочет вернуться к вере предков. Попросил у Балшемтова, что мне делать. Он говорит, ну, тот ему сказал, а как узнать мне, что моя отшива не отвергнута творцом? Когда к тебе придет человек, сказал Балшемтова, и расскажет тебе о нашей сегодняшней встрече, ты поймешь, что твое раскаяние принято небесами. Я не знаю, сказал Шамый, что случилось с этим священником, но это история, которой свидетелем был я сам. Ну, все собравшиеся были в полном восторге. Хозяин дома поблагодарил очень радостно. И сказал, подожди несколько минут. Потом ушел в свою комнату, вышел оттуда, нанеся тяжеленный кошель с золотом, золотыми монетами. Это тебе плата за историю. Ну, Шамос был потрясен. В кошельке была огромная сумма, которая в одну секунду делала его богачом. Но он говорит, ну, я не знаю, имею ли я право взять. Он говорит, бери, бери. Ты их честно заработал. Ибо священником, о котором шла речь, был я. Всю свою жизнь я ждал тебя, чтобы получить знак свыше о том, что прощены мои деяния. Я сразу узнал у тебя Шамоса Болшемтова. Но когда ты все время не мог вспомнить, я понял, что моя шума не принимается еще. Я всю субботу плакал и умолял Творца принять мое раскаяние. И вот в конце концов, ты вспомнил мою историю, и я понял, что Всевышний меня простил. Эти деньги ты получаешь в знак благодарности за то, что стал посланником неба, сообщившим мне все это. И потому что Болшентов всегда был прав. У нас тоже закончилась суббота. И мы тоже какие-то молитвы были у нас в шаббат. Вот пусть эти молитвы придут до неба, чтобы каждому из нас исполнилось то, что он хотел. Хотел на шаббат, хотел после Новый год себе. Чтобы все исполнилось, чтобы это было уже совсем другое, чтобы развеялась всякая тьма. Все мы должны верить в то, что будет лучше. Верить в наших мудрецов, верить в наших Болшентов и других праведников. Чтобы они все нам помогали на небеса. Брахавы от слаха, всего самого лучшего. И удачи в новом финансовом году. Продолжение следует...